Весь старый город это охранная зона практически. И что это значит? Это значит, что не строить там нельзя, не реконструировать ничего. Присвоение статуса региональным органам исполнительной власти, полномочным органам, присвоение статуса объекта культурного наследия несчет определенное обязательство для собственников этого здания. И сегодня показали, редково удовольствие, коммунистическое, там есть здания, которые находятся в частной собственности, есть здания, которые находятся в региональной собственности, но есть здания, в которых проживают обычные граждане, это, как правило, 3-4 семьи, 3-4, говорю, бабушки, которые живут на пенсию, и никакой управляющей компании, там нет никакого коммуника ремонта, не оплачивается. И, соответственно, такой объект со статусом объекта культурного наследия, он просто приходит в негодность. Как предложение, может быть, на нашем уровне областных результатов, может быть, подумать, сделать какую-то областную программу, в том числе с перекрестным субсидированием из местного бюджета, подумать хотя бы о возможности финансирования вот таких объектов, которые, может быть, без хозяина, которые можно забрать в муниципалитет, которые можно поддержать или восстановить. Я понимаю, это невозможно сделать, скажем так, по всем объектам, но хотя бы какое-то начало, начальный путь. Как раз с этими восстановлениями данные охранной зоны, они уменьшаются. Если раньше не выявлены памятники, охранная зона составляет 200 метров, и в ее радиусе запрещаются какие-либо строительные работы, то сейчас вот перечисленные памятники, и на предыдущем совете мы также такие памятники выставляли. Здесь сокращается зона по границе замененного участка. Строительство близ расположенных домов, близ вот тех объектов культурного наследия расширяется, правильно? Если у нас сосед, допустим, живет в особняке, который попадает в историческое наследие, и я раньше не могла там сарай построить, дом построить, то это сейчас смогу, правильно? Речь идет о том, что бабушка живет в избушке, которая призвана, и она ничего с этой избушкой понятно не сделает, и рано или поздно эта избушка сложится, и все. И как этой бабушке помочь? Вроде и памятник, и сделать с ней ничего не может. И в фонде капремонта она не участвует. Идеи финансирования брать, рано или поздно это угроза жизни. И аварийную она тоже не может признать, потому что это памятник культурного наследия. Получается такая тупиковая ситуация, которые оказываются семьи, которые с маленьким достатком.